Как всегда, мне хочется поделиться с Вами тем, чем я живу. Не так давно мой Дух просто это проговорил к Богу. И для меня, для самой, слова Павла стали просто откровением. Филиппицы 3.7 Павел сказал, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Вы знаете, мне хочется поговорить об этом прекрасном слове преимуществ. Многое человек для себя определяет, что для него преимуществ. И от его определения он строит свою жизнь. Некоторые чего-то достигают и уже считают, что это их преимущество, и уже больше не к чему стремится. Само слово преимущество означает, очень интересно, превосходство над другими. То есть, это превосходство над кем-то, над чем-то, какое-то качество у тебя появилось, которое превосходит. И какое превосходство у нас с вами, над этим миром, есть оно? И есть оно? У нас действительно есть превосходство над этим миром, над теми неспасенными. Какое? Я вам скажу, что мы избраны Богом. Это большое превосходство. Вы посмотрите, какие интересные слова. Иоанна 6, 44. Иисус сказал, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Иисус сказал, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Каждый из вас не сам сюда пришел. Каждого из вас привлек Отец. Это не преимущество. Это преимущество. Говорится, что воскресит вас Христос в последний день. Это преимущество. Но не для гордости, а вот тогда оно, согласитесь. Но мы с вами осознаем, что это преимущество для христианина. Это не для гордости, но это преимущество для христианина. И что сам Отец знает нас по имени. Однако Павел говорит даже не про это преимущество. Он говорит, что у него есть преимущество среди христиан. Вы знаете, что есть преимущество у кого-то среди братьев и сестер. И он даже понимает, что не это преимущество, что он рожден по плоти иудеев. Посмотрите, как он описывает. Филиппийцам 3, 5, 7. Он описывает то, что многие иудеи считали преимуществом. В столетии это считалось преимуществом. He described something that Jews for hundreds of generations thought this was an advantage that they had. Обрезанный восьмой день из рода Израилева. Circumstances the eighth day of the stock of Israel. Колено Фениаминова. The tribe of Benjamin. Еврей от евреев. He broke the Hebrews. По учению фарисеи, по ревности гоните в Церкви Божьей. Concerning the law of Pharisees. Concerning zeal, persecuting the church. По правде законной, непорочной. Concerning the righteousness which is in the law, blameless. Но дальше он говорит. Но что для меня было преимущество? Но then he says, but what things were gained to me. То ради Христа я почел чудо. То, что для него было раньше преимущество. Он понял, что это все ничто. Садись за греха. Something that was advantage for him. Now I realize that the Christ means absolutely nothing to him. К римлянам 3.9 он говорит. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество, евреи по плоти? Romans 3.9 he says. And then, are we better than they? Нисколько. A choosing flesh? No, we not. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и верены. Все под грехом. For we have previously charged both Jews and Greeks, that they are all are the same. Так что это не является преимуществом. So this is not an advantage anymore. Как может быть и сейчас продолжают некоторые считать. And some still may think. Тогда что же преимущество? So what was that advantage? Какое у Павла было преимущество, что он почитал? За ничто. So what advantage Paul had if he considered it as a loss? Второй коричневый, 12.7. 2nd коричневый, 12.7. Чтобы я не превозносился. Чрезвычайностью откровений. Above measure by the abundance of the revelations. И заодно мне жало в плоти. А ангел сатаны. Месседжение о Сатане. Учать меня, чтобы я не превозносился. Чем он мог превозноситься? Своим преимуществом. Среди всех церквей, можно так сказать. Среди многих служителей. У него было преимущество. Но какое? Как он сам о себе говорит, он более всех апостолов потрудился. Я могу вам почитать. Как он сам. 1 коричневый, 14.18. 1 коричневый, 14.18. Говорится, благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками. 1 коричневый, 15.9.10. Говорится, ибо я наименьший из апостолов. И не достоин называться апостолом, потому что нам Церковь Божью. Но благодатью Божью я есть в том, что есть. И благодать Его во мне не было четной. Но я более всех их потрудился. Не я, в прочем. А благодать Божью, которая сама. Но благодарю Богу я, что я, что я. И His grace toward me was not in vain. И так, в чем Он был обделен? У него было большое преимущество. Великие откровения. Какие откровения Он говорил? У Него настолько было много откровений, что даже Бог послал ему жало в плоти. Чрезвычайность, откровения. Представляете, как он был. Он больше других говорил языками. И даже ангельский знал. И Он знал ангелик. Вы знаете, на Его служениях исцелялись, освобождались. И Его пояс, если прикладывали, исцелялись. У Него были изумительные послания. И были есть, мы ими пользуемся. У Него были большие преимущества. И Он мог этим радоваться, увлечься. Потому что у Него было изобилие благодати. Хаку говорит, впрочем, вот эта благодать служила через Него. И это изобилие благодати восприслило Его среди всех. Среди братьев и сестер. И даже среди некоторых апостолов. У Него было преимущество? Было. Было. Но Он знал, что вот это все преимущество, которое у Него было. Все он почитал чьей-то. Зачем? Давайте посмотрим с вами. Ради чего? Филиппийцы 3, 7-11. Но что для меня было преимуществом? То ради Христа я почел четвертый. Разве это не во Христе преимущество? Не ради Христа он получил это преимущество? Тогда о чем он говорит? Да и все ради Христа я почел четвертый. Да и все почитаю четвертый ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор. Чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем. И не своей праведностью, которая от закона. Но с той, которая через веру во Христа. Но с радостью от Бога по вере. Чтобы познать Его. И силу воскресения Его. И участие в страданиях Его. Сообразуя смерть Его, дабы постигнуть воскресение Иисуса Господа. И так, что понял Павел. Что все, что он умеет. Все, что ему дало. Все эти дары. Все эти подарки от Бога. Все это ничто. Если не обрести близость с Господом. Он понял, что все преимущество только в одном заключается. Близость с Господом. Сколько бы ты ни имел от Господа. Если у тебя нет близких отношений с Господом. Все это чьи-то. Все это бесполезно. Чьи-то называется бесполезно. Безрезультатно. Суета. Вот что он сказал. Что он приобрел. Это все суета. Это все бесполезные чьи-то для Его. Для Его. Да, он придет много пользы для Царства Божьего. А сам. Для Его. Это не ничего. Если он не найдет себя в Атуристе. И если он не обретет с Ним эти отношения. А знание самого Господа. Самого Иисуса Христа. Это единственное. Что действительно преимущество. Это единственное. Что действительно ценно и дорого. И нет радости. В познании Таин Небесных. Великих откровениях. Которые могут тебя сделать великим в этом мире. Мистерies. И great revelations. That make you great in this world. И нет человеку радости. Даже если он будет иметь великие служения. Миллионные покаяния. И нет человеку радости. И нет человеку радости. Даже если он будет иметь великие служения. И если он при этом. Не будет иметь близости с Христом. Все это считает. Это ничего не преимущество. Вы понимаете. Ничто не может человеку удовлетворить. Если он искренне любит Бога. Если он действительно ищет Его. Потому что сам Бог. Это великое сокровение. И все к чему мы должны с вами двигаться. Направляться. И цель наша. И наша направленность. И цель, и цель, и цель, и цель, и цель. И цель, и цель, и цель. Это он. Не отвлекаясь на все, что мы имеем по пути. Что мы преобретаем на протяжении жизни. Все ничто. Если мы не дойдем до цели. До самого Господа. И мы познаем его близко настолько, что найдем себя в нем, а он и для нас. Unless we know him so close, that we can find ourselves in him, and him will be in us. Вы понимаете меня? Для него я от всего отказался, сказал Павел. For whom I have suffered the loss of all things, Paul said. И все почитаю за слов. And count them as rubbish. Чтобы приобрести Христа и быть все свином. That I may gain Christ and be found in him. Для него от всего отказался. Вы знаете, вы, может быть, немножечко неправильно сейчас поймете эти слова. Он сказал, отказался, это не значит, отрекся. He said, I suffered the loss, but it doesn't mean he denied them. Это надо понять. You have to understand that correctly. Он не отрекся от даров. He did not deny the gifts. The dogs. От своего служения. Он отказался. Что это означает? Что он сумел победить это искушение. Слава его не прельщала. Он не искусился славой. Он отказался от этой славы. Понимая, что слава только в одном близости с Иисусом. Близости с Господа. То есть это его не остановило. Не остановило в движении поиска. Он продолжал искать. Вы знаете, как многие служители останавливаются. Останавливаются на том даре, который получили. Может быть, они великолепные дары получили. Никто не говорит. Это великое преимущество среди других христиан. Они стали учителями великими. Они стали великими служителями Божьими. В исцелениях. В изгнаниях. В изгнаниях. Но если они остановились. Если они перестали искать лица Бога. Если они перестали искать лица Бога. Они потеряли. То самое ценное. Для чего они были призваны из этого мира. Мы все призваны из этого мира. И это преимущество нас. Для чего? Чтобы привлечь нас к Отцу. Через Иисуса. Нет, не к Его дарам. Не к Его царству. Не к Его силе. Не к Его силе. К Нему. Вот к чему мы все признаны. Вот к чему нас Бог призвал. И Павел это объясняет. Что он не стал почитать себя достигшего. Он не сказал сам себе. Ну что еще мне надо. Я уже все достиг. Он не сказал сам себе. Что еще мне надо. Я уже все достиг. В церкви у меня рождаются. Я великий учитель. Я стал апостолом. Я прохожу тень, падаю и исцеляюсь. Мои монету прикладывают и исцеляются. У меня великолепные послания. Церкви поддерживают. Я знаю столько откровений, что даже не могу поделиться. Я учусь со всеми. Я большую часть ношу в себе. И только с особыми людьми, которые немножечко могут понять тайны. Только с ними делюсь. И он лишь sharing these mysteries and revelations. Только для тех, кто не может действительно понимать меня. Что еще надо. Продолжать искать откровения. Продолжать расти в слове. Так. Он от всего отказался. Понял это все. Что? Я могу продолжать молиться только о том, чтобы получать Слово. И приду получать, потому что это дар. Я могу молиться только о том, чтобы действовали дары Духа Святого нас уже и будет, потому что это дары. Но он говорит, я все почувствовал. Потому что самое главное, это вылезать с Богом. Если этого нет, это мое служение. Если этого нет, я пустота, мне нет пользы. И он говорит, я не считаю себя достигшим, давайте посмотрим, как он это сказал интересно. И я не считаю себя достигшим. Братья, я не считаю себя достигшим. А только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели. К почести Высшего Знания Божьего вам – Иисусе. И кто из нас совершенно так должен мыслить? Если же вы иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Рассмотрите свои сердечки. Рассмотрите свои сердечки. Что вы ищите? Вы ищите служение или Христа? Вы ищите дары или близости с Богом? Когда вы приходите перед лицом Господа, вы ищите Его? Или смотрите в Его руки, что Он вам принес? Благословение, дары, еще что-то? Что вы ищите, когда приходите перед Его лицом? Что вы ищите, когда приходите перед Его лицом? Ищите ли вы лично Его, забывая все ваши нужды? Ищите ли вы Его прикосновения? Его дуновения, Его дыхания? Его глаза? Доволен вами, не доволен вами? Хотите ли вы соединяться с Ним в любви? Чтобы найтись в Нем, а Он вас? Если бы Павел искал отчасти этого мира, он их уже имел. Он бы вполне удовлетворился тем, что имеет. Потому что у него было преимущество. Всего почитали Его апостолом. Учителю великим. Но Он сказал... Забывая. Каждый день забывая. Забывая, кто я есть. Забывая, что только что у меня был успех. Забывая, что я только что получил великое откровение. Забывая, что меня только что Бог дал великое Слово. Потому что если ты это не забываешь, ты любишься Собою. Понимаете? Ты любишься Собою. Ты любуешься, как и Люцифер возлюбовался Собою. Как он прекрасен. Сколько у него дорог. Как он хорош. Как он хорош. Сколько чего он может. Понимаете? Кем ты любуешься. Кого ты ищешь. Забывая. Можно простираться вперед. Если Господа забывая. Можно получить очень много от Бога знаний. Потому что Бог есть знание. Он может открыть нам Писание. Знаете почему? Он может послать Духу Святого, который будет брать из Писания и нам открывать. Он здесь. Но если иметь только знания. Они надмевают. Первая Коринфина 8.1.3 Знания надмевают. Любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому не дам знания его. Я вам скажу, самое великое знание. Это то, что все мечта. И что ты ничего не знаешь. И это дает любовь, когда ты рядом с Богом. Но, к сожалению, многие купились на знания. Купились на полученное откровение. Потому что это преимущество над остальными. То есть стали почитать себя выше других. То, что у них есть преимущество. Ты кто? Чего не знаешь. Тебе ничего нет. И не стали искать того, который дает эти знания. Многие увлекаются поисками духовных даров. Приобретение духовных сил Божьих. Для того, чтобы показать этому миру Бога. Как по-вашему, это хорошая цель. Искать силу Бога, чтобы показать миру Бога. Хорошая цель. Нет. 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 Если бы Господь хотел показать свою силу этому миру. Он бы показал ее с небес. Он бы оттуда показал эту силу. Пошли оттуда огонь. И Содом и Гоморра не спал. Что ему стоит оттуда подуть, и земля расплавится. Но он прислал Сына. Он хотел показать Себя. Вся Его идея, это не силу Его показать, а себя. Он хотел бы, чтобы мы показали этому миру Его. Потому что те, кто встретятся с Ним, навечно прилипляются к Ним. Бог есть любовь. А любовь не может человека к себе не приклеить. И истинная любовь, понимаете? Как апостолы сказали, мы увидели любовь и поверили в нее. Они не увидели силу. Те, которые видели чудеса, знамения и силу. Распяли Иисуса Христа. Потому что увидели Его бессильный. Во, распуни Его. Они следовали за Ним за чудесами. Поэтому Господь не это хочет показать мир. Он хочет показать Себя. Вас Он призвал. Явить Иисуса этому миру. Его личность. Чтобы мир увидел в вас. Человеков Иисуса Христа. Он ищет человека. Он ищет отношения с человеком. Он ищет сегодня поклоняющихся Ему. Настоящих, истинных поклонников. Ни Его силы, ни Его власти. Он не хочет, чтобы этот мир покорился. Потому что люди так покорятся. Без любви. Он хочет, чтобы мир в Него влюбился. Понимаете? Поэтому Он ищет истинных поклонников в Себе. Иоанн 4.23 говорится. Но настанет время и настало уже. Когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу. В духе истине. Ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Истинные поклонники это те, которые поклоняются. Незнанием и откровением Чему Самому. Поклоняются Иисусу Христу, прижедшему во плоти. И Распитом. И Воскресшему. Понимаете? Вот Бог. А не тем, что Он принес. Кому человек поклоняется, тот для Него Господь. Того Он называет Своим Господом. Тому Он воздает все почести. Многие поклоняются знаниям науки. И наука господствует над ними. Это и Господи. Но эту науку дал Бог. Поклоняться надо Творцу, а не Творению. Человек всегда строит жизнь на поклонении чему-то или кому-то. Кого Вы определяете Господом и строите жизнь на поклонение этому? Если человек будет поклоняться знаниям от Господа. Пусть Гос от Господа. Духовный. Дарам духовный. Он будет отвлечен от Господа. Бог не хочет, чтобы Вы от Него отвлекали свой взгляд и свой взор. Он не хочет. Вы должны смотреть на Господа, видеть Господа. А все остальное будет сопутствовать. Поверьте, нет великого откровения или более великого откровения. Более великого знания. Чем знание самого Бога. Чем откровение самого Бога для себя. Какое откровение может сравниться с этим? Ну, такое. Если Вы с кем-то будете сопоставляться и скажете, ты знаешь о небе. Ты знаешь все тайны неба. А я знаю самого Господа. Что лучше? Вы знаете, еще в Едемском саду дьявол знал, что человека можно увлечь желанием знать. И посмотрите, что произошло. Фактически он увлек, отвлек человека от знания самого Бога. К получению знаний через дерево добра и зла. И что произошло? Разрыв. Разрыв. Между человеком и Богом произошел разрыв. Человек послушался и принял избрание для себя. Человек фактически принял за преимущество. Вот эти знания, они близость Бога. Разве сегодня не то же самое? Даже в церквях? Разве сегодня не то же самое даже в церквях? Смотрите честно, кто из Вас часы, минуты, я не знаю, месяца, годы проводит в поисках Его личности? Но я знаю, что среди Вас сидят очень многие, которые часами молятся, потому что хотят исполниться силой для служения, дары получить для служения, знания получить. Все то, что Павел сказал, я называю ничто. И забывая все, простираясь пиво. И то, что было для меня преимуществом, да, когда-то это было. Сейчас я понимаю, что это ничто. Только любовь к Богу дает такое прозрение. Если нет любви к Богу, такого прозрения подклони может. Тогда любящим Бога дается знание от Бога. Истинные поклонники Никогда не остановятся на достигнутом. Даже если это достигнутые дары от Духа Святого. У нас само великое дарование Это Бог. Поэтому оставляя все, нужно спешить к этой цели. Спешить к близости, так могу сказать. Поиском Его лица. Он всегда призывал к этому. Правда? Он никогда не говорил, ищите только моих даров. Я говорю, ревнуйте от даров Духовных. Но ищите лица Божьего. Ревнуйте от даров Духовных, а ищите лица Божьего. Понимаете? И Павел говорит в своем послании к филиппийцам. Братья, не почитай себя достигшим. Но забывая заднюю пости разберут. Но ведь стремлюсь к цели. И кто совершен, так должен мыслить. И если вы так не мыслили, сказано, что и это откроет вам Бог. Есть, и вы идете путем совершенно. Но тот, для кого вот это осталось преимуществом, не будет искать Господа. Вы поверите. Как сказал Павел? Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. Филиппийцы 3, 12-13. Но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Не достигну ли и я, как достиг меня Господь Иисус. Вот цель ваша. Достигнуть сердца Бога. Достигнуть Его такой близости. Достигнуть той любви, в которой написана совокупность совершенства. Не увлекайтесь только знаниями. Знания нужны. Но на первом месте пусть у вас всегда будет поиск живого Бога. И не думайте, что кто-то должен искать, а вы будете только рядом присутствовать. Каждый из вас призвал. Каждого из вас Бог ожидает, чтобы говорить с вами лично. Чтобы иметь с вами личные отношения. Понимаете? Если в меру каких-то обстоятельств вы вдруг окажетесь на острове одиночества, то вас, встретив только Бог, Его близости, только отношения ваши с Богом, только твоя отношения с Богом, ничего вы не возьмете с собой, ни книжки, ни запасетесь знаниями другими. Он есть великое знание. Зная Господа, ты знаешь все. Потому что в любви все известно, Он все открывает. И кто любит Господа, то он открыт и не писает. Но в любви к Господу. Это другое знание. Итак, вы призываетесь прийти к Его лицу. И я вас призываю. Все, что мы считали преимуществом. В этом мире, или же даже по Христе. Поймите, что все это читаю. Только Он. Только Он. И ради Него мы здесь. Вы знаете, я понял очень много. Мы можем увлечься, создавая великолепное служение. Внешне создать такую красоту и любоваться этой красотой. Мы можем создать великолепную группу прославлений и любоваться этой красотой. Но все это будет только лишь отвлечением от нашего Господа. Если мы при всем этом не будем иметь личного контакта с Богом. И все это великолепие не явит Его лично. Все читаю. Все для меня читаю. Понимаете? Я поняла, что только Он для меня ценность. Это мол, ради которого я все оставила и пошла. Не ради служения. Хотя, может, я раньше так и была. Но не эта цель. Цель – это достичь Его. Мы достигнули Его я так, как Он достиг меня. Аминь. Подумайте об этом. Будьте благословены. - Продолжение следует...